Востокая любовь Она уехала Она поняла, что наша с тобой любовь сильнее ее одержимости Ты можешь сказать мне, Фернандо Где и когда ты появишься? Я не знаю даже этого, мама Сначала мне нужно обо всем договориться с теми, кто угрожает мне А что, если они тебя не отпустят? Мне придется прорываться Я не могу так дальше жить Вдали от семьи, зная, что Лусия и Адриан думают, будто я мертв Что ж, сынок, будь очень осторожен Прошу тебя Не волнуйся, мама Что бы со мной ни случилось, эта тайна должна оставаться между нами Ты не видела меня с момента похищения, тебе понятно? И отец Пабло тоже пусть держит язык за зубами Конечно, как скажешь, сынок Я очень тебя люблю Удачи Полагаю, мы обо всем договорились Если сумма тебя устраивает, тогда по рукам Для меня деньги не проблема Можешь не волноваться, Эулалио По бою мы устроим, что надо Полиция будет думать, что он спасся только благодаря Господу Богу Полицейские поверят нам и не будут копать это дело Увидишь Алло Антонио? Да, все готово Завтра будь на том же месте, куда тебя тогда привезли Да, где тебя освободили Тогда завтра в полдень Прекрасно Я тут поразмыслил, придется взять с тебя еще За что? Мы изобьем сразу двух людей Антонио Алома и Фернандо Лейра Так что с тебя еще столько же Диего Мне очень сложно поверить тебе После того, что ты сделал Луси, я повторяю, я ни в чем не виноват Моника всего лишь зашла попрощаться Она приходила поговорить со мной Вы разговаривали? Что она сказала? Что больше не будет мешать И что хочет попрощаться Вот видишь Моники больше нет Да, но это не значит, что я не расстроена Мой сын видел, как ты целуешь Монику Как мне объяснить ему, что наши отношения остались прежними? Мы убедим всех, что так и есть Ничего не выйдет Пока все вокруг показывают на меня пальцами Заставляя моего сына думать, что я изменяю его отцу Ничего не получится Луси Я сделаю это ради тебя Все, включая твоего сына, будут желать того, чтобы мы были вместе Дай мне шанс Послушай Любовь не знает препятствий Сеньор, прошу вас Не нужно этого делать Я люблю вашу дочь В этом нет ничего плохого Тебе незачем ее любить Одно дело быть партнерами в танце Но ты все путаешь Поехали Папа, ты не должен выбирать, кого мне любить Я сама решу это Прости меня, милая Но в твоем возрасте Ты еще не можешь все решать Пусть все останется как было Откуда вы можете знать Насколько сильно два человека любят друг друга Лучше попридержи язык Не то я позвоню в школу балета И попрошу перевести Андреа В другую группу Но кажется, что и тут не все чисто Папа Сеньор Может я и бедный Живу в районе, который вам не нравится Но я знаю, что такое любить Вот и посвяти себя любви другим людям А моя дочь в твои планы не входит Ясно? Антонио, ну если ты получишь новую должность в компании Я не увижу тебя Почти целых полгода Как по-твоему мне относиться к этому, милый? Относись к этому как к благому делу ради нашей семьи, милая А не как к трагедии Антонио, ты делаешь мне очень больно Тебе больно? Да Может мне достать линейку и напомнить тебе о настоящей боли? Нет Тогда в чем дело, милая? Смотри на это как на благословение, а не на горе Просто я тревожусь о тебе Послушай Антонио, ты же сам всегда Заботился о единстве нашей семьи Не переживай Мы и дальше будем семьей Сильной Крепкой А знаешь почему? Потому что мы любим друг друга И ни один из нас не способен на обман Ведь так? Конечно Нет Папа, ты опять уезжаешь? Ты же недавно вернулся Антонио, объясни, что происходит И что мы должны с этим смириться Фернандо, отец моего сына Он мой муж И я родила от него Луси, но это не значит, что два человека должны всегда быть вместе Этого мало для любви Но этого достаточно для моего сына Он свет моей жизни Я не могу не думать о нем Поэтому я предложил тебе поступить правильно, чтобы люди поняли, что мы не ошиблись Хорошо Мне нужно идти работать И вернуться с аттракционов обратно на землю Луси Даже если ты не захочешь признать это Парк аттракционов очень важен для нас с тобой Это правда Если мы не сделаем все правильно Наша любовь останется лишь воспоминанием Свиданием В парке развлечений Пока Луси Ты не любила Фернандо Это несправедливо, что призрак контролирует твою жизнь Дело в том, что папе нужно снова уехать Антонио Пожалуйста Папа повысили на работе Здорово, папочка Поздравляю Хоть кто-то здесь радуется и поздравляет меня Не говори так, Антонио Ты неправильно меня понял Я тоже за тебя рада Почему мама грустит? Твое повышение, это плохо? Отчасти, дорогая Но если все члены семьи будут вместе Мы сможем прийти к согласию К какому? Чтобы получить повышение и хорошую работу Мне придется уехать примерно на 6 месяцев 6 месяцев? Нати Время пролетит быстро, обещаю Через 2 недели у меня день рождения Тебя со мной не будет Мне нужно работать, так будет лучше Нати, ты должна быть сильной Самое важное, это чтобы ты знала Так будет лучше для будущего нашей семьи Ты всегда заботишься о будущем А как же сейчас? Собери мои вещи Я улетаю завтра Знаешь что? Я больше не стану терпеть твое поведение и неуважение Понятно? Проклятие Почему рейсы всегда задерживаются? Моника, перестань так рваться из города Тебе станет только хуже Я хочу оставить позади Не город А все, что Здесь случилось Ты можешь изменить некоторые вещи Но от прошлого не убежишь Фанни А ты когда-нибудь пробовала Стереть свое прошлое? Да Это невозможно Зато возможно стереть сразу все И навсегда Прошлое, настоящее и будущее И есть два способа для этого Первый, это навсегда исчезнуть А второй Стать на пути у тех Кто тебе мешает Для меня большая неожиданность Что ты просишь у нас заем Особенно у меня Я знаю, я просил тебя помочь мне С планом, касающимся Лусии И зная, что ты пытался Заработать ее расположение Это естественно Она прекрасная женщина Было бы глупо не попробовать ее добиться Да Именно поэтому то, к чему я стремился Пять лет, ты получил за пару недель Нет, ты ошибаешься Мне нужна услуга, чтобы укрепить Мои отношения с Лусией Заем для моей мастерской Можешь на меня рассчитывать Я только не понимаю Почему ты говоришь, что ничего не добился с Лусией Ведь она испытывает к тебе сильные чувства И ты знаешь это Дело в том, что Фернандо все усложняет Люди на улице показывают на Лусию пальцем Только представь, как трудно Адриану будет признать смерть отца Это правда У меня была одна идея Давно Еще когда я ухаживал за Лусией Какая идея? Я Учился на юристов За образование я платил, работая тут А теперь хочу начать практиковаться Я веду к тому, что существует законный способ Аннулировать брак в Лусии Производство РТА и Колумбия для Телемундо Автор сценарио Басилио Алуарес В главных ролях Маурисио Ислас Майкл Браун, Паула Рэй Ванесса Вильева И Хорхи Кау в роли Нестера Саботера В фильме также снимались Лулли Босса Сальвадор Дель Салар Хуан Пабло Шух Хулио Дель Мар Сильвио Анхель Сильвия Де Диос Рауль Гутюйерас Леонор Аранго Кристиан Тапан Джули Хилиберти Шармель Алтамирану Дидье Ванденхове Кармен Вилья Лобус Диана Нейра Наталья Бедоя Дафна Поделья Альфредо Ахнер Рамон Абрер Операторы Маурисио Кадавит Роберто Кортес Композитор Мигель Де Нарвайес Режиссеры Радольфо Оюс Андрес Бейерман Жестокая Любовь О чем ты говоришь? Как Лусея по закону может аннулировать свой брак? В Гражданском кодексе есть пункт «Презумпция смерти». В нем говорится о том, что человек, пропавший без вести, может на законных основаниях считаться мертвым. А это применимо к Фернанде Лейро? Конечно. Ведь прошло уже пять лет. Придется сходить в брачное бюро, собрать подписи свидетелей на необходимых документах и подать запрос о признании пропажи человека. После его подтверждения нужно запросить признание смерти. Ведь сейчас Лусея одна, она вдова, она одинока. В глазах других людей, она приличная девушка, никому она не причинила вреда. Именно. Эти бумаги нужно отнести в церковь с целью аннулировать церковный брак. Я обсудил это с отцом Пабло. С отцом Пабло? Да, я говорил с ним. Он согласен, что Лусея потеряла пять лет своей жизни. Мы говорим об одном и том же отце Пабло. Священник из Лос-Милагрос? Он самый. Но Лусея должна взять инициативу в свои руки. Кажется, пока она не готова пойти на такой шаг. Раньше была не готова. Теперь все изменилось. Новое блюдо по моему особому рецепту. Фирменное блюдо от славной компании. А вот и наше лакомство. Как вкусно. Теперь у меня есть девиз для вашего кафе. Только благодаря Лусеи у нас есть славная компания. Мы все на небесах. Прямо как ангелы, Виктор. Для меня дочка всегда была маленьким ангелом. Влюбленные всегда готовят как ангелы. От блюд Лусеи все сходят с ума. Может, на небесах я хотя бы смогу воплотить свою мечту о счастье? Послушай, милая, не нужно так говорить. Придет тот день, когда ты будешь готовить для своего любимого. И мечты о новой жизни обернутся твоим счастьем. Твоим, а не чужим. Мама, сомневаюсь, что это произойдет. Ведь я не могу никого любить. Люди с неодобрением смотрят на замужнюю женщину, которая влюблена в другого мужчину. Может, так и есть, Лусея. Но будет очень жаль, когда ты поймешь, что все это было напрасно. Быть верной браку, которого нет. При всем моем уважении, это не стоит того, хотя бы из-за Адриана. Если, конечно, у тебя появилась эта новая любовь. А пока ты остаешься преданной мужчине, который то ли жив, то ли нет. Ты очень исполнительный, Адриан. С тех пор, как ты работаешь, у нас никто не жалуется на плохую доставку почты. Ты молодец. Я только пытаюсь выполнять свою работу, Адриана. Продолжай в том же духе. И ты далеко пойдешь. Не знаю, как далеко я хочу пойти в этой фирме. Добрый день, Адриана. Добрый день, Эулалю. Привет, Адриан. Как твои дела? Прекрасно. Начинай новую смену. Как там, мама? Все в порядке? Да, все хорошо. Недавно я звонил, чтобы поздороваться. Говорил с Кристиной, и она сказала, что Лусея на свидание с Диего. Ты не знаешь, она решила забыть о твоем отце. Мама с ним просто встретилась, и ничего более. Не понимаю, почему все поднимают столько шума из-за безобидных вещей. Добрый день. Адриан, я хочу поговорить с тобой в моем кабинете. Лучше прямо сейчас. Эулалю, проводи его. Падре, вам было известно, что брак Лусеи можно аннулировать, верно? Добрый день, Диего. Добрый день, Падре, простите. Одна мысль не покидает меня, я не могу думать ни о чем другом. О Лусеи. Вы разговаривали о ней с Херардо. И сказали ему, что Лусея должна продолжать жить, ведь так? Это правда, я не стану этого отрицать. Что заставило вас изменить свое мнение? Существует духовный закон, запрещающий мне разглашать некоторые вещи. Зато есть духовный закон, аннулирующий брак. Так вы сказали Херардо. Я бы хотел, чтобы вы все мне объяснили, потому что есть законы, которые вы можете объяснять людям, в отличие от других. Я буду говорить с тобой прямо, Адриан. Я знаю, что с точки зрения личных отношений, мы друг другу не нравимся. Но я также знаю, что мы оказали друг другу много помощи. Послушайте, я вас не понимаю. Но продолжайте, пожалуйста. Возможно, твое высокомерие не позволяет тебе понять, что ты работаешь на меня уже три или четыре недели, и деньги, которые ты заработал, пошли на помощь твоей маме и семье, верно? Я много работал, чтобы получить эти деньги. Замечательно. Я хочу сделать тебе предложение. Надеюсь, ты не откажешься. Если ты действительно умен, каким я тебя считаю. Предложение? Да. Моя дочь Моника ушла из компании. Ее обязанностями временно занимается Эулалио, помимо своих обязанностей. Но я думаю, это создает для него некоторые проблемы. Я предлагаю тебе работать непосредственно со мной. Работать со мной, с нами, обоими, со мной и Эулалио. Послушай меня, Диего. Это правда. Херардо приходил ко мне не так давно, и мы говорили о Лусии. Он рассказал мне о своей любви к ней и о желании завоевать Лусию. Вы говорили именно об этом? Он сказал, что может способствовать браку с помощью закона. Он говорил о признании пропажи человека и о презумпции смерти, верно? Я вижу, тебе все известно. Скажите, падре, церковь может аннулировать брак, если женщина-вдова? Ты тоже собрался в это вмешаться? Да. Потому что я хочу, чтобы Лусия жила счастливо, забыв о призраках раз и навсегда. Поэтому буду вам признателен, если вы все мне объясните. В первую очередь, решение будет за церковным трибуналом. Но для их согласия нужна хотя бы одна из трех вещей. Первое. Брак не должен быть зарегистрирован юридически. Второе. Тот, кто просит церковь о признании супруга мертвым, должен предъявить документ, что он вдовец или вдова. И, наконец, третье условие. Один из супругов должен быть двоеженцем. Диего, я не думаю, что хотя бы один из этих случаев применим к Фернандо и Лусии. Для меня было нелегко принять это решение. Меня ждет не работа, а ад. Мне даже в офисе некогда будет сидеть. Я буду искать место для новой компании, поэтому оставляю вам только номер своего мобильного. Антонио, мне очень тревожно. Не говори так, пожалуйста. Папочка, постарайся приехать на мой день рождения. Я тебя умоляю. Постараюсь, милая. Но помни, что я буду работать и даже не знаю, где. Возможно, там не будет телевизора и не будет принимать мобильный. Антонио, перестань. Я буду волноваться еще больше. Я очень люблю тебя. Не имеет значения, где ты работаешь. Тебя ждет жена, которая любит тебя. Я всегда с тобой. Это моя жена. И моя дочка. Моя женщина. И храбрая дочь. Моя семья. Так ты принимаешь мое предложение? Или нет? Это слишком подозрительно. В чем ваша уловка, сеньор Саботер? Это хорошо, что ты так считаешь, Адриан. Но здесь нет никаких уловок. Зачем вы это делаете? Почему я? Почему вы обращаетесь со мной, как со своим родственником? Падре, я не хочу совершить ошибку или переступить через кого-то. Я хочу, чтобы любовь между мной и Лусией стала реальной. Я не хочу, чтобы люди относились к ней как к шутке. Сейчас для людей это именно шутка. Это закончится, как только по закону Фернандо признают мертвым. Я вижу, ты меня не понимаешь, но это бессмыслица. Я собираюсь добиться того, чтобы закон признал смерть Фернандо. Когда это произойдет, вы сможете помочь мне аннулировать церковный брак с Лусией. Помогите мне, падре. Да, ты прав, Адриан. Едва ли не все высокие должности в этой компании занимались моими близкими родственниками. Вот именно, сеньор. А я для вас никто? Нет. Хоть ты мне никем и не приходишься, у тебя есть талант, и я надеюсь, что ты будешь развивать его. Я не знаю, сеньор. Образование очень важно для меня. Я не хочу бросать его. Раз компания может извлечь из тебя выгоду, ты тоже можешь извлечь из нее выгоду. Мы можем составить твое расписание так, чтобы ты смог закончить школу. Что скажешь? Но, конечно, учиться ты будешь не в лос-мелагрос. В лос-мелагрос живут все мои друзья, сеньор. Да, я знаю, что в этой школе у тебя есть друзья, но до пропажи твоего отца ты ходил в школу. Лас-Аламос, это очень хорошая школа. Почему бы тебе не продолжать обучение там? Подумай об этом. Не обязательно отвечать сейчас. Что ж, посмотрим, сеньор Саббатур. Но если я хорошо выполняю свою работу и прислушиваюсь к вашим предложениям, это не значит, что вы мне нравитесь. Да. Конечно, я понимаю. Ты думаешь, мне нравятся все, кто на меня работает? Ты ошибаешься. Это не так. Быть может, я еще не нашел такого сотрудника. Адриан, я думаю, тебе обязательно стоит рассмотреть предложение сеньора Саббатера. Для него это не свойственно, назначать на столь высокую должность нового, да еще такого молодого сотрудника. Я понимаю, Лалю, но в этом есть что-то подозрительное. Мне нужно обо всем подумать. К тому же, его желание перевезти меня в школу Лас-Аламос, это уже слишком. Ты прав. Не торопись и хорошенько обо всем подумай. Вот тогда, малыш. Похоже, тебя повышают. Ты ловкий, умелый мальчик. А это очень нравится девушкам. Осторожнее, Адриан. Ты очень красива, но у меня есть девушка, так что я попрошу тебя. Хочешь сказать, твоя девушка для нас препятствие? Подожди немного, и увидишь, что я могу тебе дать. Вот тогда решишь. Это правда. Выглядит изумительно, синьора Ольга. Хулио, мне очень помог с баром. Мне повезло, что я нашла такого работящего молодого человека. Этим вещам учишься в приюте? Кстати говоря, я хотела попросить тебя кое о чем. Ты можешь отвезти меня в приют? Приют Лос-Мелагрес? Мне слегка неловко, но... У меня есть подруга. Подруга, которая бросила своего ребенка? Нет. Совсем нет. Наоборот. Ее обманули и забрали у нее ребенка. Мальчика оставили в приюте. Это был мальчик? Да. Совсем малыш. Я могу отвезти вас туда, но вам нужно точно знать дату, когда мальчика отдали в приют. Да, это правда. И тогда няни в приюте вам помогут. У них большая картотека. Прекрасно. Возможно, мои подруги смогут помочь. Амья-мья-мья. Элвира, я попросил вас прийти, потому что ситуация с Фернандо выходит из-под контроля. Я буду с вами честным. В один прекрасный день я могу не выдержать и пойти к Луси и Диего, чтобы рассказать им о нашем разговоре с Фернандо. Падре, вы хотите сказать, что можете нарушить клятву о тайне и исповеди? Это мой ультиматум. Или с ними поговорите вы, или Фернандо, или я, но один из нас должен положить этому конец. Не беспокойтесь, Падре Пабло. Мой сын не может объявиться, потому что ему все еще угрожают. Мне нельзя много говорить об этом. Мы делаем только хуже, держа все в секрете. Фернандо тоже не может ничего с этим поделать. Мой сын сказал мне, что хочет вырваться из рук похитителей, чтобы наконец обрести свободу. Представьте себе это, Падре. Мой сын будет рисковать своей жизнью, чтобы вернуться к семье. И к сыну. Есть кто? Здесь есть кто-нибудь? Добрый вечер, сеньор Лейра. А без масок нельзя? Мы надевали их пять лет назад, а сегодня ситуация не слишком изменилась. Так будет лучше для вас. Когда вас будут допрашивать, детектор лжи подтвердит, что вы не знаете лиц похитителей. Хорошая мысль. Ну что, когда начинаем? Думаю, прямо сейчас, сеньор Лейра. С этой минуты мы перестаем общаться для цели безопасности. А у вас есть пальто для меня, чтобы было не больно падать? Конечно, есть. Вот оно, сеньор Лейра. Не шути со мной, отморозок. Держите его. Пусть получит. Пейте сильнее. Сильнее. Вот ваше пальто, Фернандо Лейра. Вот ходатайство о суде и документы, которые Лусеи должны отнести в брачное бюро. Чтобы начать то, о чем мы говорили. Спасибо, Херардо. Для начала мне нужно признание пропажи и свидетель, которым может выступить кто-нибудь с рынка Лос-Милагрос. А потом мы получим признание смерти. Диего, ты обсуждал это с Лусеей? Нет. Но я говорил с отцом Пабло. Почему именно с ним? Думаю, нам нужен кто-то влиятельный, чтобы было на кого положиться. Чтобы аннулировать этот брак, а потом Лусея станет полностью свободна. Надеюсь, ты прав, Диего. Лусея заслужила это, даже если с ней будешь ты. Дело совсем не в этом. Даже если бы рядом был не я, нужно снять с Лусеи ее оковы, чтобы она, наконец, стала счастливой. Лусея гадает на картах? Так и есть. Я уверена, на этот раз Пака скажет ей что-то другое. Пришло время картам сказать моей подружке что-нибудь хорошее. В твоей жизни вновь случится свадьба. Свадьба? Еще раз? Да. У тебя снова будет семья. Большая и крепкая. Я вижу мужчину с новым именем. Не старым его именем, а новым. Он придет за тобой и твоим сыном. К тому же, у этого мужчины две жизни. Но он хочет продолжить лишь одну жизнь с тобой. Пака, не обнадеживай меня сильно. Думаешь, это все действительно правда? Карты никогда не врут и не ошибаются, Лусея. Но, как ты это понимаешь? Ты знаешь, о чем я говорю? Думаю, я знаю, что все это значит. Я сделаю это ради тебя. Все, и даже твой сын, захотят, чтобы мы были счастливы. Дай мне шанс. Любовь не знает преград. Я молю Бога, чтобы все было так, как я думаю. Надеюсь, что ты права, Пака. На что это ты надеешься, Лусея? Что говорят карты о будущем моей невестки? Если они молчат о моем сыне, значит, ты обманщица, а не гадалка. И ничего в этом не смыслишь, Франсиско. Я всего лишь объяснил Лусе, что говорят карты. У нее будет новый брак и полноценная семья. Это значит одно, что мой сын вернется. Не знаю, не знаю. Скоро появится мужчина с новым именем. Значит, карты лгут. Ты гнивишь судьбу, Пака. Хватит, успокойтесь. Я просто решила развлечь тебя картами. Вот и все. Нет, сеньора, нет. Карты не врут. Они не для того, чтобы развлекать. Уважайте магические силы. Подождите, и все поймете. Новость о мужчине с новым именем не более, чем наглая выдумка. Мой сын, единственный муж Лусии, который у нее есть и будет. Его имя Фернандо, Фернандо Лейра, и никто другой. Он без сознания, босс. Подождем, пока очнется, а затем вмажем ему еще. Вам не кажется, что этого хватит? Нет, еще мало. Нужно, чтобы все выглядело по-настоящему. Полиция должна думать, что он выжил лишь благодаря чуду. Нужно двинуть ему, чтобы пришел в себя. Бедняга. Этот парень отнюдь не бедняга. Не нужно его жалеть. Пять лет назад он сам себя похитил. И с тех пор живет с новой семьей. Серьезно? Да. У него два имени. Антонио Алома в провинции и Фернандо Лейра в Лос-Милагрос. Бейте его! Это тебе за двух женщин, которым ты врешь, паршивый пёс. А вот и приют, в котором я вырос. Если ваши подруги сказали, что ребенок остался в Лос-Милагрос, это единственный приют в нашем городе. Как грустно. Да, это место выглядит холодным, но те, кто здесь вырос, не жалуются. Это место стало спасением для всех нас. Я думаю о своей подруге, о том, как ее обманули и оставили ее ребенка здесь. Няня объясняла нам с сестрой, что мама оставила нас, потому что ей нечем было нас кормить. Вас с сестрой? Я не знала, что у тебя есть сестра. Да, ее зовут Джульет. Она помогает мне в лавке на рынке. А я думала, что ты совсем один. Почему бы вам не зайти? Нет, уже поздно. Лучше я приду сюда завтра утром. Одна. Не нужно беспокоить нянечек, верно? Спасибо, что проводил меня. Увидимся. Я принесла тебе попить. Я не хочу. Моника, это твой любимый коктейль. Фанни, не загораживай мне вид на закат. Верно. Вид прекрасный. Закат Фанни, как бы он ни был красив, это всегда конец. Моника, разгони эти тучи над собой. Жизнь не закончилась. Как ты считаешь, Фанни, смерть это начало или конец? Не пугай меня. Чего тебя боятся? Почему тебя пугает смерть? Ведь она была так близка к нам. Мама, тетя Тереса, дядю Хуан Карлос и моя сестра Ракель. Только папа, такой сильный. Он переступает через каждого, чтобы добиться своей цели. А я такая хрупкая, но что потерял все. Я смогу освободить Лусию из плена. Помоги мне. Лусия замужняя женщина, но она брошена и одинока. Я хочу сделать ее счастливой. Ты знаешь, что я смогу осчастливить ее. Ты видел это недавно. Как бы я хотела покончить с этим раз и навсегда и отдать свое тело этим волнам. Единственный, кто может сделать меня счастливой, это ты, Диего. Я либо твоя, либо ничья. Розовая тебе очень идет. Диего, что ты тут делаешь? Я ждала Адриана. Мне надо поговорить с тобой, Лусия. Диего, мы ведь решили, нам не нужно торопиться. Мы решили не торопиться, чтобы люди вокруг не обсуждали нас. Но у меня есть другое решение. О чем это ты? Лусия, ты свободная женщина. Если мы заполним эти бумаги и пройдем кое-какие процедуры, через неделю твой брак аннулируется. Хорошая работа. Ты все видел, Эулалю? Да. Не могу скрывать, что получил громадное удовольствие. Жаль, что нам придется отпустить его. Только если ты этого хочешь, нам необходимо это сделать. Положите это ему в карман, чтобы его смогли опознать. Как скажешь. Добро пожаловать домой, Фернандо Лейра. Диего, ты сошел с ума. Нет, не я это придумал. Таков закон. Если супруг или супруга исчезают более чем на пять лет, брак можно аннулировать. Если человека не находят, то он может считаться мертвым. Нет. Боже. Лусиа, если смерть человека признали, церковь может расторгнуть брак. Что ж, Фернандо, счастливого возвращения домой. Надеюсь, твоя семья в порядке. Я люблю тебя, мой ангел. Но тебе будет лучше в богатой семье, где тебе смогут дать все необходимое. Я знаю, тебе там будет лучше, чем со мной. Моя душа и сердце всегда будут с тобой, мой милый. Всегда. Где же ты, сынок? Мальчик мой. Пресвятая Дева, храни Диего. Мы спошли ему чудо. Не покидай его. Чтобы он и Лусия смогли обрести счастье, за которое так долго боролись. Подожди секундочку. Ты предлагаешь забыть о том, что Фернандо однажды может вернуться. Я правильно поняла? Это хуже, чем развод. Мне буквально надо согласиться и его... ...обить. Нет, Лусия, не я прошу тебя об этом. Твое тело просит этого. Твои губы, глаза. Сказали мне это, когда мы занимались любовью. Лусия, сделаем проще. Каза такой, альфа Ди за меня замужем. Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании Централ Партнершип. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова